Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и стартовала Ретро Топия. Вместе с ней в игре появились три абсолютно новых машины. Магнейт, Фиксер и Регрессор. Полностью новые машинки, не перерисованные практически ни с кого. Ладно, шутки шутками, очень сильно похожи на Супер Першингом, здесь особо не поспоришь. Ну а что касается Магнейта, то особо похожих машин я не нашел. Ну и честно говоря, внешний вид такой больше мультяшный, чем танковый. Ну, как есть, так есть. Давайте будем заценивать саму машину. Ну а все остальное обсудим уже в процессе. Что касается внешнего вида, здесь действительно все прикольно, красиво, интересно, но как-то по-детски и по-мультяшному. Каких-то технических характеристик на доп. ресурсах я не нашел. Ровно как и не сможем сделать зацен по броне на доп. ресурсе, потому что на доп. ресурсах данные машины еще не появились. По крайней мере на момент, как я снимаю данное видео. Будем заценивать по старинке, посмотрим характеристики стоя в ангаре и выкатим машину из ангара, чтобы посмотреть на что она способна в реальных боях. Как и обещали разработчики, просто так взять и какое-то конкретно направление улучшений в первую очередь поднимать у вас не получится. Играя на магнете и развивая его, вы будете проходить цепочку вот таким вот приблизительно змееобразным способом. Таким образом получается, что вы не можете просто открывать себе орудие, при этом оставлять себе допустим те же самые гусли в базовом варианте. Короче говоря, все идет друг за другом по цепочке. И как вы видите, у меня открыто все на максимум, именно в максимальной комплектации машину будем заценивать. Что собой представляет орудием? Именно его я люблю заценивать стоя в ангаре, остальное я люблю все-таки смотреть непосредственно в самих катках. Орудие бодрое, прикольное, интересное. Время сведения 3.8 и в принципе это нормальная цифра. Вполне комфортно играется. Я не могу сказать, что я был крайне раздосадован данным показателем. Что касается времени перезарядки, то для среднего танка 7 уровня крайне бодрое, 6 секунд с копеечкой. И альфа довольно неплохая, в 240 единиц. 158 пробития, все же немножко не хватает, особенно если попадаешь против восьмерок, становится немножко неприятно. Угол склонения орудия вниз комфортный, им здесь абсолютно без вопросов. Но есть, ребят, и огромная ложка дегтя в данной бочке типа меда. По одной простой причине, потому что машина крайне-крайне картонная. Этот угол склонения орудия минус 8, он не поможет вам отыгрывать от башни, он просто добавляет комфортно при игре на неровностях. При этом ДПМ в 2345 вполне приятный, вполне интересный, ровно как и разброс. Это все, что в принципе можно сейчас заценить стоя в ангаре, поэтому я предлагаю просто убедиться в том, что мы попадем в встречный бой. Ну и соответственно туда с вами заедем. Как я уже сказал, все три машинки официально появились в игре. Это абсолютно новые машины. Регрессор обладает механикой такой, как обладают танки из линейки WZ-55, 9 и 10, WZ-51 и WZ-55. И эта механика позволяет не сбивать свой разброс при движении до определенной скорости. Насколько это играбельно, ребят, смотрите буквально через пару часов на канале. Честный обзор на регрессора. Заговариваюсь и сами все поймете. И честно говоря, из этих трех братьев регрессор, наверное, самый бодрый, самый классный. Ну мне, по крайней мере, он зашел больше всех. Единственное что, это девятка. И это немножечко, немножечко неприятно. Я все-таки девятки недолюбливаю. Мне либо восьмерки, либо уж десятки подаваем. А девятка ни вашим, ни нашим. Что же касается магнейта, я его покатал. Откатал достаточное количество боев, чтобы сформировать свое собственное мнение по данной машине. И могу от себя сказать следующее. У машины есть огромное количество плюсов. Просто огромнейшее, очень комфортное орудие. Вполне нормальный ДПМ. Очень хорошая альфа, как для среднего танка седьмого уровня. И я бы сказал, что все бы хорошо, все бы классно. Хорошая подвижность. Но, ребят, его картонность его реально убивает. И к этой картонности вам необходимо быть готовыми. Я всегда снимаю честные обзоры. Всегда говорю честно про машины так, как есть. И никогда ничего не скрываю. Не расхваливаю то, что не досхойно похвалы. Поэтому, друзья мои, говорю как есть. Машина действительно требовать будет от вас крайней аккуратности. По подвижности, по маневренности. Как вы видите, вправо-влево машина поворачивается просто шикарно. Вопросов в отношении того, чтобы развернуться и поехать туда, куда тебе нужно, не возникает особо. Да, пускай не сильно бодро срывается с места. Но вполне нормально набирает свою максималку. И вполне комфортно ты передвигаешься по карте. Единственное, по крайней мере, что я для себя подчеркнул и что понял, играя на данной машине, ни в коем случае не стоит первому лезть на амбразуру. Ни в коем случае не стоит первому идти в разведку. Пропускайте кого-нибудь вперед. Ну и дальше уже просто своим бодрым временем перезарядки и вполне себе приемлемой альфой помогайте своим союзникам разбирать ваших соперников. Это первый совет, который я могу дать. Что касается брони. Как я говорил, брони в машине нет абсолютно. Поэтому лучше не подставляться. Что касается точности. Сейчас попробуем заценить. Ну вот смотрите, прицелились. И снаряд летит практически в центр прицела. Это очень приятно. И что самое классное, что это работает так на постоянку. То есть нет такого, что от раза к разу ты сам даже не догадываешься, куда приблизительно может твой снаряд полететь. Добирать крайне приятно. Единственное, помните по поводу того, что альфа в принципе приемлемая. Нормальное, хорошее, но все же стоит выезжать на соперника для того, чтобы его добирать и возможно в каких-то ситуациях рисковать. Только лишь тогда, когда у него остается запаса прочности где-то в районе 200, максимум 210. Потому что, как правило, может вот в такие вот подставные моменты, когда вроде бы тебе необходимо кого-то добрать, вылетать немножечко меньше. Ну и, соответственно, оставлять вашему сопернику какой-нибудь кропально пожить. Также, в целом, ребят, очень классно, очень комфортно. Я от машины получал максимум удовольствия, когда ее тестил. И уверен, что многих любителей средних танков машина порадует своими возможностями. Ну и будет доставлять однозначно максимум удовольствия от боев. Особенно, если вы любитель легких танков, тогда вы уж точно с данным малышом справитесь. Веселые, прикольные, интересные, нестандартного внешнего вида. Я вообще очень сильно люблю нестандартные машины. Многие, кто давно на канале, знают мою любовь к тачкам, которые отличаются кардинально от всех. Я обожаю могильщика, крушителя, виндикатора и подобные машины хотя бы за их внешний вид. Ну что, поехали. Я так понимаю, что шансы, в принципе, у нас есть. Как бы сейчас не сложился бой, даже если Хеллкета вынесут, то в любом случае моего запаса прочности больше, чем достаточно для того, чтобы побудаться с товарищем. Переключаемся на голдовые снаряды для того, чтобы не рисковать. Ну и для того, чтобы, в принципе, гарантированно пробить нижний бронелист нашему сопернику. Делаем 4 фрага за данный бой и в целом, по крайней мере, на момент, когда я снимаю данное видео и рандом еще не привык к этой машине, машина плюс-минус вот так одинаково играется от боя к бою. Не гарантировано, конечно, вам 4 фрага в каждом бою, но то, что 1-2 фрага вы делать будете, это точно. Что касается урона, то плюс-минус где-то от 2 до 2,5 тысяч на большее можете особо не рассчитывать, ну просто потому что ДПМ не такой уж и большой, ну разве что где-то найдете себе какого-нибудь спящего соперника, которого будете отбрасывать. Ну либо найдете себе хорошего союзника, который будет вас прикрывать, ну а вы, прячась за каким-нибудь тяжелым танком, будете выкатываться и давать плюху за плюхой через каждые 6 секунд. Что касается доходности, 49,5 тысяч, бок с ним давайте округлим до 50 тысяч, и мне кажется, что за такой бой, в котором я не потел, не напрягался, получил максимум удовольствия, это вполне достойный заработок. Ну а что касается моей результативности в команде, то я занимаю первое место с абсолютной легкостью по количеству нанесенного урона, уж тем более по количеству фрагов. Обязательно лайкану наших ребят, спасибо им большое за то, что они мне помогли, ну и обязательно лайканем вот этого товарища, который додержался до конца боя, сделал, если не ошибаюсь, 3 фрага, и сделал самое большое количество урона в своей команде, хоть они и проиграли. Короче говоря, друзья, Магнейт машина прикольная, Магнейт машина интересная. Единственное, что стоит помнить и понимать, что брони в нем нет, да, бывают рандомные рикошеты, в основном от маски орудия, которые, кстати, ребят, довольно-таки немалых размеров, но все же, если вы там, допустим, поворачиваете башню, то сразу пробивали меня сюда, меня абсолютно спокойно пробивают в переднюю часть, в верхний бронелист. Короче говоря, друзья, по бронере стоит готовиться к тому, что вы играете на таком себе свее на седьмом уровне, ну, либо, если хотите, давайте посмотрим, кто у нас еще есть из премиумных машин, с которыми можно было бы, ну, реально его сравнивать по броне. Ну, будем говорить откровенно, как я уже сказал, свей или тот же самый ЕЛС БИС, то есть, ну, плюс-минус где-то вот такие вот машины, и то, наверное, ЕЛС БИС даже немножко похуже будут по бронированию, чем герой нашего сегодняшнего видео. В общем, друзья, если вы сможете совладать с не очень хорошей бронированностью данной машины, то вы будете радоваться хорошей подвижности, крайне точному, жалящему орудию, которое может делать неприятно вашим соперникам и выводить вас на первые места в вашей команде по наносимому урону. Вот такое вот честное мнение по поводу Магнейта, получайте удовольствие, играйте в танки ради фана, а не ради статы, и, друзья мои, обязательно подписывайтесь на канал, если вы за честные обзоры и готовы поддержать развитие моего канала, я стараюсь ради вас, снимаю для вас и буду рад вашему присутствию на моих видео. Всех благ, всего хорошего мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!